Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Прожиточный минимум в Кировской области вырастет на 6%. Изменения произойдут с 1 января 2024 года. Постановление об этом опубликовало правительство Кировской области. Так, прожиточный минимум на душу населения вырастет почти на 800 рублей и составит 13 576 рублей. Для трудоспособного населения 14 798, для пенсионеров 11 960 рублей, для детей 14 151 рубль. Рост прожиточного минимума в нашем регионе за 5 лет составит 2866 рублей. Отмечу, что от его суммы зависит размер пенсии, детских пособий, алиментов, суммы возмещения вреда, причиненного здоровью или жизнью. Экономика. В Кировской области планируют строить цементный завод. Речь об одном из новых инвестпроектов шла на встречу губернатора Кировской области Александра Соколова и Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова в рамках международного форума «Ростки, Россия, Китай» взаимовыгодное сотрудничество. Главы регионов обсудили мероприятие плана сотрудничества, который ранее был подписан. Многое уже реализовано. Запущен авиарейский Равказань, создан маркетинговый центр, идет сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Впереди реализация других совместных проектов. Цитирую. «Мы сделали коллегам из Республики Татарстан предложение по инвестированию в сферу молокопереработки, в создании тепличных хозяйств, взаимодействия в сфере строительства», рассказал Александр Соколов. Также, по его словам, планируется создание рабочей группы по новым инвестпроектам. В частности, речь идет о создании нового цементного завода на территории Кировской области. В эфире «Экономика». Кировчанина осудили за попытку продать за границу госнаграды. Житель региона незаконно приобрел, а затем пытался перевезти через таможенную границу России медали и боевые ордена Великой Отечественной войны. Сотрудниками УФСБ он задержан с поличным. По месту жительства мужчины были обнаружены подготовленные к контрабандному вывозу более 400 госнаград. На Кировчанина возбудили уголовное дело. По результатам его рассмотрения в суде мужчину осудили и назначили штраф. Награды изъяли, сейчас их возвращают участникам Великой Отечественной войны и их родственникам. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова